По договоренности представители администрации и сотрудники свиноводческого комплекса РАСК вновь встретились, но теперь уже за круглым столом. Дорожную карту обозначать не стали, но некоторые обещания со стороны представителей комплекса прозвучали. Рабочая встреча главы города Расказова с руководством РАСК состоялась 30 августа. На встрече присутствовали Управление Роспотребнадзор, Управление по охране окружающей среды и природопользованию, Расказовская межрапрокуратура и со стороны общества с ограниченной ответственностью РАСК начальник юридического отдела Батищев Павел Дмитриевич. Неделя прошла. Мы хотели бы увидеть от вас план, где мы бы закрепили, что до такого числа мы будем делать вот это, до такого числа делать вот это. И чтобы жителям было понятно, что запахи уходят или приходят. И когда мы с ними поборемся? Что вы на это можете сказать? Внесение на поля производят два раза в год, осенью и весной, в точном соответствии с проектом. Для этого используют специальную технику с запашкой. Весенний период сократили сроки внесения удобрений на поля с двух до одной недели. Но при этом всех жителей оповещают. От одного поля свиноводческий комплекс уже отказался, так как расположение в черте города этого не позволяет. Точнее первым источником, которым мы предполагаем, что он может являться, источником неприятного запаха, это свинной навоз, который вносится непосредственно на поля в качестве удобрения. Чтобы минимизировать запах на производстве, организация предпринимает дополнительные меры. На данный момент, помимо сокращения внесения навоза на поля, заключен договор с отделом гидрометеослужбы, который ежедневно передает информацию о состоянии погоды, то есть направлению ветра и температуре. Если ветер дует в южную сторону, то, соответственно, работы по осуществлению внесения не производят. Навоз – это отход третьего класса опасности, и только после выдержки его в лагунах 12 месяцев он становится безопасным в эпидемическом отношении по содержанию микробов. Там как раз и не будет меркоптанов, которые вот эти запахи дают зловонные. Поэтому здесь все взаимосвязано с выдержкой и соотношением, что такое навоз – продукции или отходы. Да, это продукция удобрения, но через 12 месяцев. Скажите, пожалуйста, при условиях хранения какие-нибудь особые условия у вас применяются? Возникалась? Особые условия что у вас? Хранение навоза. Ну, может быть, какие-то там бактерии или еще там, температурный режим, что-то. Митрус у вас хранится, накапливается все. Да, накапливается в лагуне. И вы вносите не одномоментно, а постепенно вносите. То есть, один – шесть месяцев, а второй – один месяц. А как вы отчет ведете? Сколько же этот навоз хранится в лагуне? Один месяц, мы имеем до осени. Имеющиеся 10 лагун на свинокомплексе, по словам Павла Батищева, позволяют вносить такое количество отходов по проекту. Но комиссия предлагает посмотреть сотрудникам, что происходит на источниках. Получается, что в полном объеме производственный контроль не выполняется. Пробы делают на сероводород и аммиак, но анализ меркоптана, который и дает зловоние, никто не измеряет. А именно меркоптан, который самый дает такой сильный запах, вы его у нас, я знаю, в лаборатории не определяете, вы его не определяете. Поэтому считайте, что у вас все хорошо. Я ему обещаю, что после того, как у нас специальный карантин в Тамбовской области по ЧАЭС будет снят, мы организуем день открытых дверей, и всех желающих мы непосредственно подведем к лагуне. А до какого числа вы продвинете? Ну, еще сказать, к минуту, да. Это сложно пока временно. Это все зависит от ситуации в ветеринарной контроле. То есть мы непосредственно покажем и расскажем, как устроена лагуна, что никаких клапанов там изначально не предусмотрено. От жителей города на компанию РАСК поступило 9 обращений в суд. В прокуратуру принесли жалобу, которую подписали 365 человек. Армейская, Парниковская, Ребилейная, Российская, в котором они конкретно поставили вопрос о том, чтобы прокуратура выдала требования контролирующим органам Ростсельхознадзору, Роспотребнадзору, Росприроднадзору для проведения совместной проверки. Жаль, поступила буквально 26 августа. Соответственно, я готовлю эти требования, направляю через областную прокуратуру. Конечно, я не областная, но я думаю, что она перенаправит. Поэтому будьте готовы, что совместная проверка в ближайшее время вам, скорее всего, придется. Для внеплановой проверки уже готовят необходимые документы. Ну, разве вы не видите, что волна эта нарастает? Сначала столько к Тульце обратилось, потом столько, потом 3,5 тысячи. Ну, понимаете, волна будет нарастать. И мы вообще, так сказать, к чему мы придем? К бунту? Недовольство людей растет. Да, однозначно по поводу ТГУ. Я думаю, что в ближайшее время этому специалисту приедут. Но насколько они нас заверили, достаточно действенная программа. То есть добавление неких веществ в лагуну. Причем, как они пояснили, здесь идет именно персональный подход. То есть не в общем, как бы на все предприятие, а разрабатывается конкретно для каждого источника. Общими усилиями пришли к единому мнению, что нужно пересматривать и внедрять новые технологии в производство. На этой неделе сотрудники комплекса заключили договор с лабораторией ТГУ имени Державина, который предлагает новые абсорбенты для данной проблемы. Также на рассмотрение примут технологию Декандер, распределение жидких и твердых отходов, чтобы в конечном счете наш город задышал полной грудью. Виктория Шишкина, Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ рассказывает.